Субтитры сделал DimaTorzok 6 апреля 2019 года, была суббота, мне позвонил сын и сказал, пап, можно я приеду к тебе в гости? Я говорю, да, конечно, приезжай. Ну, по приезду в Демидово он позвонил мне уже с бабушкиного телефона и сказал, что останется ночевать у бабушки. И, как я ответил, без проблем. Ну, наступил вечер, это, я уже лег спать. Время было около полдвенадцатого уже ночи. Раздался стук в окно. Я не в понятках, ну, лежу в окно, стоит полицейская машина и толпа детей. Я выглянул в окно и сказал, что случилось. Меня спросили, а Влад дома или нет? На что я ответил, что его нету. И сразу же вышел на улицу. Мне объяснили, что они отдыхали на природе. Ну, и в этот момент, в один, около семи часов вечера, как они мне потом уже рассказывали, что Влад отошел в сторону и пропал. Его больше никто не видел. Я сразу же собрался, это полдвенадцатого, где-нибудь без пятнадцати, двенадцать, наверное, вот так вот. Я собрался, оделся и поехал, сразу в лес. На месте были люди, обыкновенные знакомые, наверное, Влада, кто его знал. Ну, стояли, жгли костер. Что потом? Мы постояли, я как бы поспрашивал, они сказали, что мы ходили, кричали, искали. Ну, в эту ночь очень сильно было темно. Буквально десять метров и вообще ничего, ни фонарика из-за деревьев буквально, вообще ничего видно не было. Ну, через какое-то время приехала полиция. Прошу посмотреть целую серию других роликов об Агафьи Лыковой, которые набирают популярность на нашем канале. Ссылки оставлю в описании и в верхнем закрепленном комментарии. Под одним из роликов обсуждается двойное убийство, которое совершил Александр Бештальников, бывший послушник Агафьи Лыковой, который помогал ей по хозяйству в 2014 году и жил у нее на заимке два месяца. В комментариях под другим роликом жарко обсуждается ссора из-за Агафьи, двух бывших губернаторов Тулеева и Зимина. Под третьим роликом обсуждается новоявленный премиальник отшельницы, который неизвестно откуда появился и прилетел к ней на вертолете. Посмотрите эти видео. Прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях кнопкой под видео. Потом мы с нас взяли объяснение, показания, с меня, когда с отца, с ребят, как они присутствовали там. И через какое-то время привезли собаку. Это уже, наверное, был второй час ночи. Может, час ночи. Вот так вот. Я точно не могу сказать, потому что на час я туда не смотрел, как-то не до этого было. И привезли рюкзак вместе с собакой. Рюкзак был у полицейских. И в рюкзаке были как бы вещи. Но вещи это тапочки из бассейна, которые, как сказать, пахнут хлоркой. И чужая курса. Собака, конечно, понюхала, понюхала, покружилась на месте. В одном месте она упала, повалялась. Я не понимаю, что она... Может, ему там плохо было, да. Может, она знак какой-то подозрала. А вещи полиции привезла? Да, полиция. И потом еще раз давали, давали, нюхали, нюхали. Ну и буквально она отошла, может, метров на 50. Вот так вот. И все. Она буквально кружилась на месте. Все. Она дальше никуда не пошла. Она теряла след. Потом мы пришли, вернее, собака вернулась и сказали, ну что мы можем сделать? Во-первых, темно. Мы включали и фары, и фонарик светили, что мы даже не видели, где кинолог находится с собакой. Мы постояли, постояли и решили по всем вокруг дорогам, у нас это место с двух сторон обходит дорогами. И с одной стороны ездили полицейские, с другой потом поехал я. Светили парами, сигналили, полицейские ездили, сирену включали. В лесу я, когда ехал, сигналил. Ну, стояли, кричали, ну, результата никакого. И мы решили поехать домой до утра, до рассвета, и начать уже по рассвету поиски. Потому что по темноте, ну, нереально было что-то, и народа не было что-то искать. И время уже, наверное, было около полшестого утра. Мы созвонились, и все, мы приехали туда. Сразу приехали и начали делать обход вокруг шалаша. Это буквально километр на километр такой вот радиус. Не, не километр, вру, 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 это я что-то загнул. Метров 300 на 300, вот так вот. И может думали, что где-нибудь лежит замерз там, или плохо человеку, сознание потерял. Ну, мы даже следов не увидели на этот момент. И вот потом как-то все начало вот это вот все происходить. А, ну, еще на тот момент, когда ко мне приехали полицейские, спросили у Ладомы. И сказали, говорит, позвоните бабушке, может, он у бабушки дома. Я позвоню у бабушки. Бабушка сказала, нет, Андрей, ну, мы с ним договорились, что он в 10 часов будет дома. Ну, говорит, ну, его еще пока нету, жду. Ну, я ничего никому не говорил, потому что не хотел расстраивать. Думал, ну, найдется сейчас там, может, в городе где-то, правда, уже с друзьями, или еще что-то. Была такая надежда. Ну, и потом позвонил матери. Сказал, что вот такая вот ситуация. Насте, я не знаю, наверное, часа в два ночи я позвонил. 2.45. 2.45. 2.45 позвонил и сказал, вот такая вот ситуация. Ну, и после того я держал с Настей связь, как бы, нашли, не нашли. Ну, и утром они уже с Иваном приехали. Ну, давай, Настя. Ну, по поводу детей, что могу сказать? Во-первых, никто из них не пришел на поиски, кроме одного парня, который был вместе в компании. Но впоследствии он летом ушел в армию, хотя не собирался в армию ходить. Может быть, таким образом его как-то решили отгородить от всего, от этого. Ну, а остальные дети, они, ну, учатся, приезжают в Демидов, в Смоленске учатся. Ну, живут обычной жизнью, ну, как бы ничего такого не происходит. То есть, в принципе, у них все идет жизнь полным причем? Да. Органы как-то сейчас с ними работать или нет? Ну, это неизвестно. Ну, пока неизвестно? Пока неизвестно. Ну, а до этого какое время проводили какие-то, может быть, допросы? Или это были единые допросы там буквально? Ну, проводили опросы следственное управление Смоленского комитета. Проводила. Ну, допросы проводили несколько раз, точно знаю. Кто-то из них был на полиграфе. Ну, результаты, естественно, не всех видела. Но опросы были по нескольку раз, их опрашивали. Ну, это такие даже не допросы, а просто опросы, скажем так. У следователей ни вопросов не возникало никаких по ходу, ну, развития событий, по поводу того, что они рассказывали. Ну, для меня это странно. Мне кажется, следователь должен задавать вопросы, если у него какие-то возникают. Дознания, наводящие вопросы должны всегда быть. Да, этого я в деле ничего не видела. Есть изначально, что показания разнились, потом резко показания, да, они пришли в одну стезю какую-то, да, что начали говорить о том, что, ну, все, кто там был, начали давать примерно одинаковые показания. Ну, это вот как ночью они, наверное, в лесу, да? Ну, в лесу, когда они ночью, они показывали вот на одно место, вот на одно место. Там есть одно место, куда он пошел. А вот на данный момент все потом, наоборот, все интересно пошло. Половина их даже, меня там рядом не было, я отходил. А поначалу они утверждали, он пошел туда. Потом уже показывали чуть-чуть в сторону угол 45. Так я говорю, ребята, вы определитесь, туда или туда, потому что это два разных направления. Или сюда вдоль дороги, или сюда, углубь леса. Ну, выйдешь на дорогу, ну, только через лес, если. Поэтому тоже непонятно. А какие-то следы на месте преступления были найдены? Кровь, не знаю, личные вещи какие-то, не знаю, там, все, что угодно, можно. Нет, не было ничего, не было ничего найдено, потому что я как-то тоже сразу в то утро не обратил внимания, но приехал с родственником, и родственник обратил внимание сразу, что поляна была убрана чисто. Такое ощущение, что там никто нет. Это было через сколько времени после? А это... То есть, грубо говоря, когда уже ночью случилась эта вся ситуация, утром там уже все было чисто-чисто. Ночью я не обратил внимания, как там было. Потому что темно, да, машины стояли. Тут большой вопрос в том, Кирилл, а что происходило между пропажей Влада, как они, да, говорят, в 7 часов, и приездом к Андрею. То есть, вот эти 3 часа мы как-то не можем... У нас нет понимания, что там могло происходить. Плюс к чему... Там еще нет, да, там больше 3-х часов. Там даже больше 3-х часов, да. Плюс ко всему, конечно, когда мы приехали, Настя позвонила, мы с утра поехали туда, взяли Милкого, брата Влада, и поехали сразу на место. И в этот момент приехал кинолог. Как раз я подъехал. Андрей уже тогда после ночи выдохся. Вот устал. Но один круг мы с собакой прошли, которая вот вторая выбила. То есть по второй собаке те же были тапки, которые в хлорке, и та же кофта. Естественно, она доставлялась просто... Ну, меня ее таскали везде. Рюкзак тоже везде. Они себя трогали. Есть вопрос. Если были тапки, значит, были плавки? Нет. Нет. Он в шортах плавал. В шортах плавал. Потому что мы с ним в бассейн постоянно ходили. Вот в пятницу перед отъездом я с ним не смог в бассейн. Парить и заболел. И, скажем так, они с Женей, с другом пошли. Так вот, с этой собакой мы пробежали круг. И она обогнула кругом от шалаша. То есть вышла на одну дорогу, свернула на другую и вывела нас обратно же к дороге. Со второй собакой мы сделали таких два круга. Я просил кинолога, чтобы мы по-разному побежали. Собака начнет биться в трубку, которая чуть дальше будет на повороте. Паралок сказал, что если собака именно так вот бьется, реагирует несколько раз, то, возможно, он умывался, либо его умывали около этой трубы. Почему у нас версия с отвозом нашего ребенка появилась, скажем так. А действительно, когда на поляне мы были, там получилось, что как бы все было чисто. И я бы не сказал, что там компания какая-то гуляла. Плюс ко всему, ты говоришь про следы, как бы сняли, что-то не сняли. Мы когда сами проводили свои действия, какие-то опросы и так далее людей, мы понимали, что опрос свидетелей не ведется. Мы сами бегали по людям, нескольких свидетелей, которые уже сейчас идут в отказ, мы сами умолялись сказать, что они слышали, зная, что они слышали. Они нам донесли информацию. Эту информацию мы передали уже в московский СК по этим свидетелям. Что хотел сказать относительно места. То есть, когда мы начинали поиски, соответственно, мы круглосуточно, не вылезая из леса, наверное, на неделю хорошую там прожили. Неделю мы жили там. Неделю жили, днем и ночью, спали где-то по часу. И более того, на второй или третий день, помимо Сальвара, было собрано огромное количество людей, которые добровольцы, люди откликнулись из Смоленска, из других регионов, из Демидова. И приезжали, там человек 300 мы набрали в первую неделю. И прочесывали два километра, прочесывали радиус. И когда подходили, Сальвар говорит, вы же видели карту, там и так далее. Никого не обвиняем, ребята, поисковики, еще раз говорю. Всем спасибо. Есть вопросы. И мы просто, у нас нет на них ответа. И когда Сальвар говорил, ну вот, смотри, место, значит, вот это плохо проходимое, все знают. И они знают, что у меня были забронники, у Андрея были высокие сапоги, у родственников тоже были высокие сапоги, у нас были люди, которые позволяли на эти места, именно там, на эти струкции. Когда мы в деле знаем, что наш ребенок может пошив, в неделю, там какую-то, да, даже максимальный срок, ну, первые три дня точно, мы говорили, Юра, покажи, где они прошли. Вот место, вот болото. И не даст мне соврать мне никто. Мы ломились в эти болота. То есть мы лезли, есть видео даже, как мы лезем по этим болотам. То есть говорить о том, что, скажем так, в радиусе километр 300 не было, мы плохо прошли, да, говорить. Я бы не стал так говорить, потому что прошли ребята мои знакомые, которые в спецподразделениях служат, которые в некоторой вот ставке, они тоже лезли по этим болотам. И они не просто шли по болотам, да, они как за своего ребенка, за нашего ребенка шли туда. И поэтому говорить, что километр 300 не пройден, ну, я бы не стал, по крайней мере, да. Вот. Иван, вот у нас там такое разливается вода, но болото, не болото, а вот напротив помойки, там вообще вот по шее. Иван там лазил. Там и коряги, и все, он лазил. То есть мы раздевались, лезли с кошками по этим болотам, да. Что еще хотел сказать относительно того, следы там, не следы. Да ничего не снимали. Получается, мы стояли, курили у шалыша. Почему нам так обидно? Так обидно за то, что произошло. Следствие не велось вообще. Следствие местное было, то есть это было Демидовское. То есть мы стоим... А Смоленское подключалось позже или не подключалось? Ну, это позже. Это тоже все подключалось. Когда мы Хататайс написали. То есть мы приезжаем на место в очередные поиски. И опять же, оговорка сразу, что несмотря на то, что 18 мая Сальвар Простын поиски, у нас 5 инициативных групп, которые работают сейчас. Куда входят и бывшие исследователи, и настоящие исследователи, и спецподразделения, ребята, и спецназа, и так далее и тому подобное. Они работают и сейчас. И по этим местам, которые с Альваром были закрыты 18 мая, 18 мая, группа по экстрасенсам у нас ездила, группа по незакрытым местам, группа по трекам. То есть у нас работали ребята все лето. Мы не вылезали. До середины июля мы работали, потому что потом уже было невозможно. Трава высокая была. И то проезжали. Так вот, когда мы стояли у этой беседки, курили, я говорю, смотрите, ребята, следы на беседке. Вот у меня фотографии даже есть, да? Видно, что кроссовки. Я говорю, присмотрелись. Действительно, как мы узнали, что туда кто-то лез? Да? Мы увидели эти следы. Я звоню Самковичу следователю. Говорю, слушайте, Александра, не помню отчества. Валерьевна. Валерьевна, говорю, тут следы на беседке. Давайте как бы их снимем. Не зафиксировали же, это же место, ну, какого-то 105-е убийство было на третий день. Место происшествия, да, 105-е, несовершеннолетний. Давайте, может, их снимем. Да там кто угодно может лазить, она мне говорит. У меня трубка укола. Да и туда вообще нельзя залезть. Туда нельзя залезть. Мы заставили приехать следователя, который приехал. Мои ребята были тоже из спецназа. Взрослые мужчины. Они говорят, а она говорит, показывайте, как туда лезть. Взрослые мужики такие смотрят на меня. Ну, давайте, говорю, лезьте. Они залезли, причем как бы, ну, не проблема. И после этого они помогали держать эти следственные фишки, вот эти квадратики, чтобы она сфотографировала и с недовольным видом просто уехала. Вот так вот мы искали следы. То есть у нас получается, потом мне говорят, а что-то за следствие все отработало. Видео получается, которое видео, единственное видео достал я. Следы нашел я. То есть все нашел я. И мне потом говорят, а что ты лезешь, кто ты такой? Да это мой ребенок, ребята. Я его отчимом был, я его растил с четырех лет. Ну, еще учитывая, что были подозреваемые. И был подозреваемый, какой пиар? Самый первый, по-моему, это был даже. Я самый первый подозреваемый. Какой пиар в госслужбе? Какой пиар вообще может быть? Проснитесь, люди, немножко. А подозреваемые ради того, что он шум такой поднял? Потому что если бы меня не было, не было бы такого шума. Так убейте меня, убейте, закопайте. Так, а родители этих детей кем являются, которые были на данном мероприятии, где Влад пропал? Прошу посмотреть целую серию других роликов об Агафьи Лыковой, которые набирают популярность на нашем канале. Ссылки оставлю в описании и в верхнем закрепленном комментарии. Под одним из роликов обсуждается двойное убийство, которое совершил Александр Бештальников, бывший послушник Агафьи Лыковой, который помогал ей по хозяйству в 2014 году и жил у нее на заимке два месяца. В комментариях под другим роликом жарко обсуждается ссора из-за Агафьи, двух бывших губернаторов Тулеева и Зимина. Под третьим роликом обсуждается новоявленный премиальник отшельницы, который неизвестно откуда появился и прилетел к ней на вертолете. Посмотрите эти видео. Прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях кнопкой под видео. Кто-то из них в органах служит, кто-то в администрации. Кто-то простые люди. Ну, есть обычные, предприниматели. То есть все довольно-таки влиятельные. Ну, если при власти, то, наверное. От них комментарии были какие-нибудь? Ну, комментарии только после, как журналисты с ними стали работать. В той компании, кто это сделал? Эти ребята, другие приехали. Мы уже знаем, что там другие люди были, другие дети, судя по некоторым фотографиям, которые мы видели. То есть мы говорим, что то, что произошло с Владом, случилось там. А оскорбления ударили, обозвали, обиделся. Ну, то есть несчастный случай. Ну, там всякое. Но именно в той среде случилось что-то, что явилось необратимым для нашего ребенка. Вот основной посыл. Вот услышите его. Случилось все там. И видео с того места есть. С унижениями, либо просто видео. Мы не знаем, но оно есть. Следы борьбы в промежутке в этом не было, да? Если мы берем эту полянку, которая основная тут была, где происходила, то есть в дальнейшем не было, как говорили, ни поломанных веток, ни следов. Не было вообще следов. Дело в том, что мы, когда первые три дня в лес ходили, мы обращали внимание на следы ломления, следы ветерфикалий, следы рвоты. В разные стороны мы взяли, да, метров 300 смотрели, ветки сломаны или нет. Даже эксперименты ставили. Вот шли с ребятами из Сальвара, я в бригаде шел, выключали фонарики ночью, часа в 4 там ночью было. Говорю, давайте попробую я. Метров, наверное, 30 пытался там бежать, лезть, потыкался. Ну, невозможно. Потом мы включали фонарик и смотрели, что остается. Там просто, там такой лес вы увидите, там все обламывается, одежда цепляется. Я порвал куртку, то есть следы видны, таких следов на вот этом ближайшем радиусе не было. А если даже рассматривать версию, что он ушел, которую мы не рассматриваем, категорически мы ее не рассматриваем, вы потом поймете почему, то, не вдвое из деталей, то, значит, если он ушел, значит, он не хотел туда возвращаться, потому что, когда мы были с корреспондентами России один на этом месте, мы четко слышали голос, когда попросили из лагеря покричать, слышно очень сильно. То есть, если они через 15 минут спохватились, значит, они крикнули бы, и он пришел. Значит, он не хотел возвращаться, если уход рассматривать, да, как одна из версий. Ну, возможно, тогда это даже, ну, не... А по самому уходу, если так пробежаться, кроссовки завязаны, зашнурованы, не потерял кроссовки, не потерял носки, трусы в идеальном состоянии, футболка в идеальном состоянии, штаны в этом самом, только резинка осталась, все, все, штаны изорваны. Ну, это уже, получается, дальнейшее, то есть, когда местные органы узнали о том, то, что вы подали заявление на Паску, что дальше произошло? Ну, когда уже, естественно, было найдено итог? Ну, 29-го, когда... 29-го шла, да? Ну, 29-го числа мы переехали на встречу в Астрюкин. Ну, пока ждали... Значит, пришли... Пока ждали, да, наша была следующая очередь, там вышли люди, ну, как бы тоже из следственных органов, и сказали нам, что нашли, ну, предположительно... Предположительно... Останки человека нашли? Да, ну, предположительно, но еще не точно. И, то есть, нам в этот момент пришлось заходить в Астрюкину. Естественно, состояние такое... Ну, я там начала говорить ему, чем я недовольна, что меня устраивает, но он уже, я так, меня в курсе была с всей этой историей, и... То есть, Москва, получается, уже была как-то... Да, они уже были осведомлены, да. Так, и получается, вызвали... Сказали, что нашли тело 29-го. Да. Так, дальше, что было? Ну, просто восстанавливайте картину, чтобы было понимание. Дальше, когда уже вышли от Астрюкина, приехал следователь из Московского следственного комитета, с центрального аппарата. Мы с ним обговорили, ну, какие вопросы его интересовали, что нас, в первую очередь, волнует, что нас не устраивает, и на что мы хотим обратить внимание. Ну, и потом мы приехали сюда, в Смоленск. Ну, еще вот до приезда... Да, и через какой-то... Ну, до приезда еще, я хотел сказать, пока они были в Москве, получается, мне позвонили ребята, мне сказали, что они какие-то останки нашли. Я позвонил Васильевичу, я уже спросил, действительно ли это так. Он сказал, какие-то останки нашли, идем на место. Я сразу же выехал на место. Приехали на место. Пока работала следственная группа, криминалисты, нас туда не пропустили. Мы хотели проехать, нам категорически запретили, вплоть до сказали, вы будете нести уголовную ответственность. Но, опять же, мы в рамках правополе действуем, мы и планируем действовать только в этих рамках. И стали как бы идти на конфронтацию с криминалистами местными. Поэтому дождались, пока не уедут. И решили туда, потому что люди уже туда собрались ехать, мы решили, чтобы никто лишний не поехал, поехать посмотреть, как оцеплено место, как, ну, посмотрите, где он, так сказать, место, место, да, само. Проехали туда на большом самодельном вездеходе, пришли, вот, на это место уже темно было, светили фонариками, осматривали и увидели кости. Остатки. То есть, фрагменты костей. Фрагменты костей лежали на этом месте. Мы, как бы, были немножко, как сказать, даже слово не подберу, наверное. Шокированы. Ну да, шокированы. Я позвонил Андрею, Насте, говорю, слушайте, тут кости. Настя позвонила, следователю сказала, что не забрали кости. Ну да, я позвонила, говорю, а что так, а почему не забрали фрагменты-то? Он мне сказал, как все забрали. Я ему прислала фотографии. Да, что мы подтвердили, что на самом деле оставили. То есть, частично, грубо говоря, типа, мы типа, они забрали. Много-много останков мелких осталось, да, даже не совсем. Паланки, вот это, ну, наверное, маленькие. Ну и маленькие, да. Ну, я думаю, надо все собирать. Естественно. Потому что, да, мы ночью туда вот из Москвы приехали, где-то в втором часу. Три, наверное, в полтреть, в три мы там на месте были. Ночью. Вот. Ну, тоже это видели все. Вот, и потом, как бы, на утро, я так понял, они все собрали. И самое удивительное, вот если здесь, как бы, ну, ладно, знакомые-незнакомые криминалисты, дело не в этом, другие, которые просто независимые они, все сходятся во мнении, что не мешочков, которые остаются от мысливых органов под скелетом, не нашли. Соединительных тканей, волос, сухожильев, волос. Волос там особо было, да, было? По-моему, сколько, что вы сказали? Ну, совсем. Совсем, то есть, всего шевелюры. И нам сейчас хотят нас убедить в том, что за 10 месяцев... За 10 месяцев разложилось полностью тело, еще и мхом просто. Да, тут я вот отвлекусь от темы. Вчера девушку в лесу, да, на днях нашли, которая полгода пролежала в такой же местности. Ее можно было опознать просто полгода, ну, 6 месяцев, да? Ну, понятно. А здесь прошло 9 месяцев. И уже не то, что опознать, тут скелет. То есть, это говорит о том, что, ну, это просто пытаются сделать так, чтобы просто мы думали, что вот он так разложился за 10 месяцев, и он ушел. Вот я такую, думаю, версию хотят, чтобы мы их рассматривали. То есть, донести до нас, чтобы мы поверили в это. Да, ну, а тут не получится. А мы вот не верим в это. Да не то, что не верим, но фактов столько много, что вот мы очень надеемся на центральный аппарат Следственного комитета на Бастрыкино. Что он разберется в это. Что он разберется в этой ситуации, потому что здесь нестыковок больше, чем для понимания человека. И понятно, когда люди все это обсуждают вокруг, много вопросов, очень много вопросов. А представьте, сколько у нас вопросов, если мы 10 месяцев в этом живем и сами стали детективами, исследователями. И я не знаю кем. А стали не потому, что мы такие невменяемые, как нас называют. А потому что так ведется следствие. А потому что ведется, велось так следствие, при котором мы понимали, что не опрашивались свидетели. То не сделано, это не сделано. Потому что есть свои люди также в органах, структурах повыше, чем Следственный комитет местный. И которые нас инструктировали, что делать. Которые нам говорили, как лучше сделать. потому что пропал ребенок пропал я думаю что если бы у кого-то пропал ребенок нам что надо дома сидеть и ждать дам пока нам кинут и скажут хавайте то что вот мы вам дали нет мы же больше скажу если вы это случилось в москве или московской области вы там же дняли бы все все районы там уже подняли вертолет а мы к а мы каждый день ходили как на работу вертолет летал в первые дни тело метр девяносто не учитывая что я был ничего на листу и коптер следственного комитета 9 летал снимки мы кстати не видели с этого кубтора хотя бы сравнить снимки лиза алерт который вот все видели стала 21 апреля и снимки 9 апреля следственного комитета и посмотреть было ли тело там 9 при следственный комитет сейчас занимается в восстановлении видео переписок фото или биллинг мобильного телефона того же самого какого фамилия деревья дерева 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 но к сожалению мы не обладаем такой информации следствие ведется и нас никак пока не на них не оповещает друзья пожалуйста кто смотрит нас из органов пожалуйста обратите внимание на это дело то что мы знаем что вы что вы смотрите вот так сейчас секунду друзья пока можете писать вопросы которые вас интересуют да и по поводу независимой экспертизы среди спрашивают что в итоге пока что мы ждем эксперта потому что будет проводиться порядка семи экспертиз шести семей они проводятся сейчас надеюсь вот это днк экспертиза если днк днк в том числе повторно в москве плюс еще ряд экспертиз 5 или 6 там они разные экспертизы на все на все что могут они там ровно по времени сказали 3-4 месяца но не больше четырех местная экспертиза сказала что это останки прошу посмотреть целую серию других роликов об агафе лыковой которые набирают популярность на нашем канале ссылки оставлю в описании и верхнем закрепленном комментарии под одним из роликов обсуждается двойное убийство которое совершил александр безштальников бывший послушник агафе лыковой который помогал и по хозяйству в 2014 году жил у нее на заимки два месяца в комментариях под другим роликом жарко обсуждается ссора из-за агафьи двух бывших губернаторов тулеева и зимина под третьим роликом обсуждается новоявленный племянник отшельницы который неизвестно откуда появился и прилетел к ней на вертолете посмотрите эти видео прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях кнопкой под видео так по поводу вот с зубы зубы по поводу зубов спрашивают мы не знаем мы не видели не видели фотографии на данных ничего не показали ничего не показали потому что не фотографии с места криминалистами не самих останков ничего не было показали только по факту вы видели только остатки остатки которые они не забрали с собой да ну и потом вот эти останки что в сми появились вот эти вот фотографии когда они лежат на собранные кости а следствие нет вы думаете на фото с коптера реальное тело вообще вот чисто формальности так да вроде похоже место то все я на месте был да просто ходил сравнил деревья все да и мне просто еще я как для себя хочу чтобы узнать полететь как лежали как они доставали гости как лежали ну то есть мы хотим и посмотреть фотографии потому что такие как расположение расположение останков костей как но потому что просто такой и синие объемы мы увидели фотографии тела но когда-то боком лежит но он боком во-первых и поза неестественно для человека который замерзает но и замерзать боком да конечно газа эмбриона а у него просто как будто его как-то или бросили их нора сам стороны что то есть раскинуты но это поза неестественно для человека который там игра и кроссовки потому что на фото вот вот как будто как бы тело довольно кинул костяков на можно это жить и в апреле и я хочу сказать что по фотографии но если судить то есть я считаю если бы это было практически через месяц то я думаю чтобы тело выглядело по-другому по-другому конечно они вот таком примерно она еще был более-менее нормальном виде состоянии или фотография такая создается мнение такое же просто не делала какой-то люди через неделю или же ну которые умирают то есть они совершенно в другом состоянии они опухают начинают ну да там по-разному до но могут быть даваться они на разу подробности конечно еще был вопрос такой кирилл сейчас перебью с кости 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 костякова похож на кирилла хотел сказать что туда доступа говорят дорог нет да подвести ну да от шалаша конечно туда пробраться сложно но если мы поедем с асфальтной дороги там есть поворот налево и она выходит на лесовозную дорогу к этому месту может подъехать любая практически машина проходимая будь то квадрокоптер этот самый квадроцикл либо грузовой или какой-нибудь лесовоз либо ну что-то тяжелое полноприводная либо тоже буханка которая может пройти к этому месту абсолютно нормально то есть доступ к этому месту тяжело проходимый но есть на транспорте ну да 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 ну километр ну 200 метров там остается то есть туда подъехать можно так по поводу слова такого который было спасибо что это было свое слово 16 апреля мы поиски ввелись активные 16 апреля утром мы приехали на место раньше еще сальвара сальвара еще не было подошли к шалашу сначала не обратили внимание потом смотрим надпись прям на землю земле то есть видели их не только мы не только я и свидетели которые с нами приехали которые из фотографии подтвердить саду апреля которого было но не знаю откуда она кто его написал и просто палкой написано вот там и сразу отправили даже делается такое вести то человек как бы ну брел вряд ли в лесу прожил такой конечно нет это просто издевка это кто-то да издевательство но еще нам стало немножко обидно что на пресс-конференции преподнесли эту информацию мол что мы это выдумали придумали вот это вот тогда сказали что мы врем специально наверное это нарисовали и издевка о том что мы вводим в заблуждение в том-то и дело что как раз таки мы не вводим в заблуждение если все заметили за 10 месяцев мы постараемся апеллировать фактами никаких домыслов мы не приводим у нас пять версий еще раз говорю пять версий которые мы отрабатывают кто на себя начинает что-то натягивать кто кого-то обвинять никто никого не обвиняет мы хотим правде просто мы хотим узнать где наш ребенок и что с ним случилось он нам дорог как вы не поймете люди это наш ребенок там волна и негатива сейчас определенный дом от негатива мы за 10 месяцев мы уже представляю что люди просто вызывают мы до этого никогда не опустимся и опускаться не собираемся и обвинять мы никого не обвиняем еще раз мы просто хотим правды как нам говорят что мы родители такие сети да не мы обыкновенные люди а можете потом нас об сюда потом мы хотим просто понять найдете нашего ребенка да что с сыном случилось обсудить а потом что хотите и как хотите ну просто правда хотим где живет и так далее да сейчас не тема для разговора то что покупает так вообще приблизительные сроки какие-нибудь есть или вообще неизвестно то есть вы сейчас находитесь вакууме подвешенном состоянии пока да ничего не знаю только по вот по экспертизам мы хотим поблагодарить потом забудем группы которые нас поддерживают людей которые всех людей большое вам спасибо спасибо огромное всем блогерам которые разнесли эту историю просим вас держать просто до полного расследования руку на пульсе и так как в этот волна в любом случае затихать мы просим просто простых людей обычных и блогеров которые могут держите пожалуйста руку на пульсе нам это важно мы чувствуем вашу поддержку благодаря ей мы подняли голову и опять пошли вперед когда силы просто реально нас покинули когда мы остались одни поэтому мы вашу поддержку чувствуем и говорим вам большое спасибо только единственная просьба у меня говорить по факту по существу адекватно а не выдумывать непонятно что старайтесь проверять все факты мы на связи каждый из нас на связи если вы нам задаете вопрос мы на него ответим но лучше проверяйте пожалуйста потому что да вы иногда высказываетесь а эта информация совсем не информация как бы она ложная вводится и как бы нас это тоже выливается потом негатив что вот это из-за нас ну это из-за нас мы просто не хотелось бы вот это вот это всего лишнего чтобы чтобы отвлекал да отвлекал если есть конечно факты давайте все спрашивают про чечню я не знаю что что фотографии очень похоже но это нет овал лица нос нос брови брови не похож согласен губы даже не те губы не те вот если увеличивается конкретно лицо брать просто совсем не тот и вот это вот улада улада шишка с левой стороны просто не видит я про жаре это это нет мы сейчас в группе вот увидели что в группе пост повесили там по поводу есть одно видео единственное наша последняя зацепка ну такая одна из основных которые достал если действительно есть которые люди разбираются нам кидают фрагменты разбор видео разбор там звуков но нет не совсем то вот что мы хотим донести если есть специалисты которые может даже это платно как-то сделать потому что кстати за деньги хотим сказать спасибо деньги которые насти на карту пришли они неприкосновенны мы справляемся своими силами у нас есть еще пока средства небольшим и их тратим деньги лежат на карте можем выписку придержал и скажу этого стесняться не нужно люди абсолютно адекватные разные ситуации все равно это ситуация двояко нас отразилось потому что я это везде так даже но мы стараемся их не не трогать и об этом мы сообщим так вот если есть эксперты которые могут кадрировать видео разобрать по голосам видео разобрать каждый фрагмент именно на специализированном оборудовании просто отзовите скажите сколько это стоит того что на видео много голосов которые не слышны на заднем фоне нам очень нужно вот это прям просьба к ребятам и видео и зрители вам надо по дополню по юристам спрашивают кто сейчас работает вообще а адвоката мощная защита именно выстраивает страна дело в том что да у нас адвоката лялин вадим михалович в москве живет он взялся за наше дело но благодарны за что мы благодарны первому второму каналу малахова россия 1 в общем ему пока не дают ознакомиться с делом пока тоже пока есть я сейчас маленькую страну заметно получается если нет я просто вернусь к теме останков да когда бы когда бы когда они изъяли их дата остались вы их получается взяли да нет или вам там бы нам никого ничего не проводится эксперте ничего нет даже так ничего да не дали так 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 почему василевич в негативном ключе отзывается вас василевич василевич старший группа поисковый с поисковой группой у нас в принципе у меня там много знакомых работает но не работает как волонтера до многих я знаю и в принципе мы с ними рука об руку шли но с василевичем с юрой у нас тоже кстати сложить хорошие отношения вот но никаких проблем не было но вот как только останки на были найдены и как только опять же не с нашего посыла люди начали задавать вопросы просто люди он у нас как-то то есть он записал видео обращение к людям там начал оскорблять их начала ивану писать сообщение то есть да дело в том что если бы он хотя бы не записывал это видео и сказал бы но адекватно что да ребята ну ну как-то адекватно объяснил эту ситуацию а то он начал говорить что туда нельзя было пройти там было воды по колено то что влада нашли в воде ну вот такую чушь и естественно люди начали негатив сторону василевича а он этот негатив почему-то переключил на нас ни разу ни плохого слова о нем не сказал никто и теперь развернул сальвар против нас как будто мы их обвиняем мы мы есть никого не обвиняют есть голосовое сообщение в котором я предлагаю из сальвара участнику когда у нас тоже начался вот этот вот перепалка причем с их стороны я предлагал в этом голосовое обменивались и как бы я в целом дипломат и говорю давайте у мамы у мамы влада и у папы как у родных людей есть к василевичу вопросы их обсудить просто на это голосовое как бы реакция была тоже не совсем мы же всем говорим мы готовы к диалогу нельзя объяснить зачем-то негатив опять же он не шел от нас мы не говорили что вот они есть странности в нахождении останков мы начали про них говорить что есть такая странность есть такая странность вот про скелетирование сказали быстро и так далее вот много вопросов и почему бы с нами не поговорить так нет так что у нас еще есть вопросом почему же моих не дает куртку я просто не знаю многим просто мы просто я не могу сказать почему же моих не дает куртку я не обращалась к нему с этой просьбой в общем ну может она ему нравится что заносит на здоровье пускай если ему так нравится так эфирки нибудь еще будут по региональному телевидению пока никто ничего не говорит пока идет следствие так и по днк заграницей пока ждем не можем ничего сказать ждем пока результаты экспертизы это уже будет отдаёт данные экспертизы потом вы уже берете а потом мы будем думать и решить ну естественно по решению потому что они могут сказать что и там вообще не то все но сначала надо дождаться центрального аппарата друзья еще раз напоминаю кто нас смотрит пожалуйста если я знаю что смотрит аппарат президента пожалуйста за это дело возьмите вот комментарики ничего будут они еще раз спасибо всем до поддержку и опять же если будет организован действительно сбор денег на какие-то цели нам уже сказали что скорее всего нужно будет обратиться в фонд я вчера слышала ну да вот по поводу денег мы решим потому что мне многие пишут значит и хотят обратиться фонд благотворительный чтобы собрать деньги на памятник но пока я считаю что рано еще давайте дождемся следствия хотя бы первых результатов каких-то давайте не будем хранить раньше времени еще надеем и жена и его продолжаем еще не готовы к этому прошу посмотреть целую серию других роликов об агафе лыковой которые набирают популярность на нашем канале ссылки оставлю в описании и верхнем закрепленном комментарии под одним из роликов обсуждается двойное убийство которое совершил александр безштальников бывший послушник агафьи лыковой который помогал и по хозяйству в 2014 году жил у нее на заимке два месяца в комментариях под другим роликом жарко обсуждается ссора из-за агафьи двух бывших губернаторов тулеева и зимина под третьим роликом обсуждается новоявленный племянник отшельницы который неизвестно откуда появился и прилетел к ней на вертолете посмотрите эти видео прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях кнопкой под видео